Привет! Я давно действительно не выкладывал видео. Это не значит, что нет тем для разговора, тем и есть, их достаточно. Чаще всего я был сам просто не готов, и да, я до сих пор не готов. Мне с каждым разом новым, да, мне становится всё сложнее и сложнее, потому что, как бы, я считаю, что я беру на себя больше ответственности, поэтому и сложнее. В целом, тем очень много интересных тем, их можно раскрывать, ну, как бы, по-своему и продолжать. Они актуальны и сегодня, и завтра, потому что у меня немного другой подход ко всему. Я не пытаюсь там, как бы, до мелочей рассказать вам, я просто даю логическую информацию, потому что, чтобы вы сами начинали думать, пробовать, и у вас, скорее всего, благодаря этому будет что-то получаться. Это, кстати, важнее, чем, к примеру, я вам дам развернутую схему, вы её исполните, у вас что-то получится или, может быть, даже не получится. Потому что, когда у вас есть логика, вы можете этой логикой пользоваться. Итак, что я хотел рассказать, очень часто спрашивают об управлении, очень часто спрашивают об ошибках агрономов. На самом деле, конечно же, когда человек начинает работать, к примеру, я начинал работать, у меня были свои ошибки. Но ошибки, они чаще всего, эти ошибки, они связаны не с сознаниями, не даже с этим направлением, агрономическим направлением, а больше они общие, они для всех сфер жизни, деятельности, профессий. Потому что практически всегда, когда ты только заканчиваешь, когда ты начинаешь работать, у тебя, у тебя, ну, все люди сталкиваются с, практически все, с одинаковыми вопросами. Но вот один из этих вопросов, это как себя вести? Как себя вести? Как быть? Потому что ты, вроде бы, закончил институт, или, может быть, техникум, у тебя есть свой багаж знаний. И ты должен этот багаж знаний как-то нарисовать на своем лице, обозначить в одежде, ну, чтобы к тебе уже относились-то достойно. Ты же закончил, значит, ты что-то можешь. Но на самом деле, ведь получается все наоборот, что ты заканчиваешь, ты приходишь, и ты понимаешь, что ты ничего не знаешь. И в действительности это так и есть. Ты ничего не знаешь. У тебя есть информация, у тебя есть информация, вроде бы ты понимаешь направление, но ты не знаешь, что делать. Поэтому здесь самое первое такое, самый первый такой момент, не бойтесь быть глупыми. Или не бойтесь задавать вопросы. Это нормально. Не бойтесь учиться, дальше продолжать учиться, потому что вы всю жизнь будете учиться. Если вам это интересно, если вы хотите это развивать, вы будете всегда учиться. Вам всегда будет что-то интересно знать. Не думайте, что институт вам даст все. Он вам ничего не даст. Он даст вам возможность работать с книгами. Он даст вам возможность находить быстрые источники информации. Логически мыслить именно в том, что вы делаете. Но как это делать? Ну, вы знаете, я до сих пор иногда сомневаюсь в своих знаниях и вообще в них сомневаюсь. Но все время задаю вопросы. И себе задаю вопросы. И людям задаю вопросы. И ищу людей, которые знают больше меня. Потому что я могу у них научиться. Это, кстати, моя большая проблема, потому что я часто перерастаю людей. Перерастаю их. Просто-напросто двигаюсь вперед и перерастаю. Но вот это вот проблема моя. Я не знаю, как с этим справиться. Поэтому приходится подпитывать себя информацией извне, какими-то экспериментами, новыми знакомствами. Это очень важно. Поэтому учитесь. Один из первых таких моментов. Не думайте, что вы все знаете. И не делайте вид, что вы все знаете. Не надо этот вид делать. А лучше интересуйтесь, вникайте, как все у вас происходит. И чувствуйте, что... Чувствуйте вот это движение, у вас все будет получаться. Это один из моментов. Это первый момент. Один из таких вот первых моментов. Это учитесь. Всегда. Ну, второй момент. Второй момент. Я с ним сразу же столкнулся. Я только закончил институт. И мне сказали, ну, что, давай, ты теперь начальник. Командуй нами. Что нам делать? Куда ехать? Что делать? Как себя вести? Тут тоже вопрос такой. Именно взаимоотношений людей. Понимаете? Как бы я пробовал разные... Разные способы управления. Но все же пришел к мнению, что самое лучшее – это сотрудничество. Почему? Сейчас я вам расскажу. Потому что в целом люди не любят ни на кого работать. И я в том числе, и вы в том числе. Если у вас будет начальник, и который будет себя вести как собственник, или как феодал, или как помещик, то вам он будет не нравиться. И вы не будете, скорее всего, эффективно работать с ним. Поэтому здесь нужно понимать, что люди, и все, что вообще происходит в мире, это происходит для людей. И те продукты, которые вы делаете, они делаются для людей. Поэтому к людям относитесь как к людям. Создавайте им условия. Пытайтесь понять их. Потому что будут те, с кем будет невозможно работать. И те, с кем можно работать легко. С те, с кем можно работать, но тяжело. Вам нужно понять, как можно с ними работать. Где именно вот эта точка соприкосновения. Ну, здесь есть некоторые моменты. Я сейчас вам расскажу. Дело в том, что чаще всего нам кажется, что все вокруг нас что-то знают. Все понимают то, что делают в профессии. Особенно и механизаторы, и агрономы. Но на самом деле, люди, вы себя поставьте на их место, когда вы с чем-то сталкиваетесь новым. Когда, к примеру, механизатор приезжает на поле. И вы от него хотите какую-то картину. Да, чтобы после его работы она была. Но если он не знает, какая картина должна быть, он ее вам не нарисует. Он ее вам не сделает. Поэтому вы должны себе четко представлять. Вы должны с ним попробовать. Вы должны дать ему уверенность. То есть, людям нужна уверенность. Если человек не уверен в том, что он делает, если он не уверен, к примеру, в том задании, которое вы его попросили сделать, он, скорее всего, не сделает. Так, как вы ее хотите. Потому что вот эта вот ситуация, у нас она часто, она везде. В плане того, что иди туда, не знаю куда, возьми то, не знаю что, сделай то, не знаю что. Ну, короче, вот в таком плане. Вот в таком плане. И поэтому здесь эту ситуацию нужно раскачивать и пытаться понять человека. Пытаться понять его психологию. Пытаться взаимодействовать с правильными людьми. Пытаться создавать условия. А именно создавать условия можно именно таким способом. Давать возможность людям быть уверенным в том, что они делают. Говорить, что им, что от них требуется сделать. То есть, чтобы у вас не было каких-то там секретов. Потому что иногда вот эти вот секреты, они очень сильно мешают. Они вам создают проблемы. Вы все время думаете, что вы там не досказали. И человеку, потому что не понимают, что от него хотят. Учите людей, с кем вы работаете. Учите, особенно механизаторов. Давайте им больше информации. Чтобы им в итоге нравилось работать с вами. И нравилось делать то, что они делают. Чтобы они в итоге могли спокойно без вас приехать, начать работать. И были уверены в том, что у них хорошо получается. Это очень важно. А не так. Он заехал, начал работать. У него не получается. Он все равно работает. Он не уверен. Он немножко в неуверенности трясется, нервничает. Это неправильная работа. Вот давайте людям уверенность. Это вот один из моментов. Взаимодействуйте. Правильно взаимодействуйте. Не изображайте из себя суперначальник. Знаете, есть один такой совет. Я не помню, кто его писал. Относитесь к своим подчиненным как к боссам. Вот это самый важный такой момент. Относитесь к людям как к боссам. Тогда у вас все будет хорошо. Почему я это все говорю? Потому что у нас чаще всего проблема в управлении. И 80% успеха не благодаря технологиям, которые вы можете выбрать. А именно управлению. Потому что правильное управление в производстве приносит 80% успеха. И более. Почему? Иногда вопрос технологий просто уходит. Допустим, представьте себе, что вы директор. Вы правильно управляете. Вы создали неблагоприятную среду. Нет сопротивлений. Нет одного подразделения. Нет одного человека. Нет механизатора. Нет специалиста. Вы пытаетесь внедрить какую-то новую технологию. И она у вас 100% получится. Они сами будут у вас появляться, эти технологии. Люди будут пытаться создавать себе условия для благоприятной работы. Самостоятельно. Они будут притаскивать, будут подглядывать. И технологии не надо будет откуда-то притаскивать вам специально. Они будут сами рождаться. Все будут участвовать. Все будут взаимодействовать в производственном процессе. Это очень важно. Кстати, создавать условия для работы для людей. И прежде всего эти условия связаны с управлением. Ей одна из...